разбредется в разные политические ниши а мы будем грести с других сторон позвольте продолжение вопроса наталья кто заказчик раскола господин гиппу сегодня вывел а продуме не слышал понятно и кто по вашему возглавит раскольническую группу госпожа гудс или господин ой не знаю но там я не вижу успешных харизматических лидеров все таки гиппу интересная своеобразная фигура колоритный такой персонаж может произвести довольно шикарные впечатления на часть публики ну а там все таки какие то какие то незаметные ребята я не скажу что у них большие шансы даже с большими деньгами потом кому не будут нужны после нынешнего скандала не только скандала нынешнего парламента нынешний парламент закончит свой мандат я не думаю что эти раскольники найдут свое место в каких нибудь удачных списках так сказать это законченный проект на мой взгляд не только на мой взгляд я бы очень хотел чтобы это так было я выдаю желаемое за действительное может быть но мне так кажется что у них перспектив нету коллеги сергей ткач кинорежиссер журналист публицист газета панорама гости радиом ссср гости радиом ссср сереже погромче только пожалуйста я хотел спросить такую вещь нынешняя олигархическая так называемая власть у нас озарила предшествующий период именно тот период когда коммунисты и наши партия рулялись на это происходило у вас на глазах я хотел бы чтобы вы поделились все таки без выгодных людей что не замечалось нет я вам скажу у меня очень уважительные отношения к Воронину я часто с ним не соглашался я не соглашаюсь но я Воронину сказал вертикаль власти Воронина проиграла перед коррупционными схемами Урекиану и всех остальных понимаете мафия непобедима нет я просто я уверен что господин Воронин не обладал инструментами и рычагами для того чтобы как нибудь приглушить их ребят которые покупали все и все поэтому ему не удалось никого засадить кроме господина Пассата удачно вышел на свободу после этого и поэтому я думаю что этот успех 9 года ну людям надоели коммунисты тогда просто давай попробуем так может так будет лучше а получилось как всегда то есть я не думаю что это их заслуга контраст просто сыграл в пользу партий которые вышли на площадь седьмого и все я не думаю что это вина Воронина если Воронин чего-то на мой взгляд если можно я немножко расширю мой ответ конечно нет ну ты спросил почему как эти как он позволил у вас была коалиция коалиции не было почему а я был в правительстве что ли я был в правительстве потому как мы уже проиграли выбор да наша партия уже была вне парламентской ну сереже я отвечу так вот интересная такая картинка вообще получается 4 апреля какого года проголосовали некие товарищи за господина Воронина Рожка Филат Мариан Лукову Дьяков Серебрян и так далее почему проиграл выбор только Рожка а потому что меня вырезали из общей картинки да и определенные масс-медиа структуры финансируемые из определенного центра мочили меня извините за выражение за глагол каждый день и все это очень просто не важно как я проголосовал важно как это было представлено публике совсем разные вещи а я об этом не сожалею потому что если мне удалось хотя бы отложить на 4 года попытку государственного поворота или ворота и кровополития я думаю что я свой долг выполнил и все это не дело не в избирательном успехе я в гражданском долге я его выполнил с честью Сережа понимаешь всегда на таких крутых поворотах нужно выбирать что важнее избирательный успех или государственная независимость там я не знаю стабильность жизнь человека просто большие деньги предлагали мне довольно часто взятки предлагали я знаю как в прошлый раз была у нас сумма 400 тысяч евро вам сколько давали ой мне сказали прости что хочешь дырка от бублика точно получишь да все пока все Владимир 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 главный редактор газеты панорама лет 7 назад когда я вам звонил и просил комментарий вы всегда говорили не звоните мне в имперскую газету каждый раз каждый раз это было в главной ведомости это когда Дима Чубашенко был редактором а он и остался редактором в другой газете как вы думаете сейчас есть имперские газеты ну есть конечно русские и румынские ну если серьезно если серьезно я не отвечал на вопросы независимой Молдовы как назвать молдавской ГДНС потому что у Димы моего коллеги по плоте было задание каждом номере что-то против рожки написать кстати Дима очень талантливый журналист я просто я помню его постоянное выражение ХДНП вредная никому не нужная политическая пара самое вредное было самое то есть мне не было интересно отвечать на ваши вопросы потому что вообще-то я тоже журналист ребят я 30 лет работаю в журналистике я отвечаю кому хочу и как хочу если хочу отвечаю если нет я занят и привыкайте к этому делу ребят мы не находимся на службе у журналистов если я тебе хочу задать вопрос как журналисты не хочешь ответить это твоя права понимаете и все я и дальше буду захочу отвечу захочу не отвечу я не собираюсь писать перед журналистами я сам журналист и второй вопрос как сделан Кудрякова она уже не закрыта еще до сих пор а вы обращаетесь к генералью прокуратуру не ко мне он вас не вызывает пошли нет это не ко мне Игорь Пацан политолог целеведущий ТВСМ НТВ вау в какой смысле жёлтая книга зелёная книга мне кажется что у вопрос есть подвох у вас слишком прост для Игоря Игорь спасибо за вопрос кстати сейчас это стало раритетом все сейчас просят потому что мы издавали эти книги на двух языках у нас остались только контрольные экземпляры надо уже в электронной форме распространять сейчас все ищут что вы там написали про Афилата про там всю остальную компанию ну во первых я продолжаю писать регулярно я уже говорил об этом это заметно и могу по себе сказать что уже собрал на новые две книжки так сказать но пока ищем спонсоров есть желающие пожалуйста прощайтесь после встречи я готов издать ещё пару книжек но это были тематические книжки если вы помните да это были абсолютно как сказать открытые военные действия в журналистике господина Рожка против его политических оппонентов я считаю что что не только моих политических оппонентов а людей опасных и вредных как говорил Дима Чебошенко для Республики Могово поэтому допустим про партию Юрия Кяна там был я не помню сколько было депутатов я только про него про одного не написал это мой двоюродный брат Слава Унтила меня просил чтобы про него я не писал в смысле двоюродный брат хорошо не напишу потом у него были неприятности с Серафимом Юрия Кяна за это про всех написал про нас нет и получилась такая длиннющая серия статей а потом и памфлеты на двух языках а зеленая книга это была просто подборка статей про господина Филата и все то есть я очень я считаю что данное чтиво необходимо полезно и должно изучаться в начальных классах наших учебных заведений куда-то относится к числу ваших читателей поклонников поклонников нет а читатели наверняка читатели наверняка коллеги Валерий Перчун ассоциация адвокатов Молдовы я хотел спросить вы упомянули в реке но в одно время спускала среди с прежкой по отношению вашей линии да была такая история чем все-таки закончилось как-то выкрадёшь ну я напомню это очень интересная была я не знаю был ли это розыгрыш или нет это не ко мне опять потому что в один прекрасный день мне позвонил один знакомый человек и грубым голосом сказал что он приехал в республику Молдова меня убирать я сказал ну хорошо давай встретимся он сказал нет 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 я не хочу с тобой встречаться вот тебе адресочек там у меня пистолет карта и все остальное вы видели да это история да 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 я говорю ребят что делать это было 4 дня после обеда я позвонил в министерство внутренних дел и в КГБ в СИП в СИП ну тоже да я говорю ребят интересная такая история и рассказал дал им смс дал адрес и все что у меня было потом последовала пресс-конференция двух господ генерального прокуратуры Гурбуря Гурбуря и генерала Зубика которые расписали все это дело так сказать публично после этого пришел какой-то прокурор молодой его зовут ой начальник по борьбе с особо опасными Братунов а как вы считаете какие могли бы быть основания у этих людей покуситься на вашу жизнь я расписал что я думаю по этому поводу и все потом все настаивал перед прокуратурой и министерством внутренних дел так как там идет следствие следствие так и не закончилось а когда изменилась власть новые руководители прокуратуры извинились так что опять не ко мне я сказал то что я знаю и проиграл господин Уплешко успешно суд сто тысяч леев его ну нынешний председатель операционной палаты операционной палаты вот сейчас судимся в европейском суде по правам человека да он просил миллион ему дали сто тысяч а судьба киллера сидит отпустили нет так и не нашли я еще раз говорю я не знаю розыгрыш это или нет тренировки но я сказал все что я знаю по этому поводу я вам скажу я вам скажу я вам скажу следующую вещь что единственное что у меня не вярится в этой истории вы помните как журналисты наверняка помните пресс-конференцию и его наплешка когда они говорили что это все поклёп что это все придумал Воронин с рожкой это конспирация это масонство я не знаю что там еще про масонство не говорили потому что Урикян состоит Урикян Масон ну мы давали список единственная газета в республике Молдова этот Лукс который публиковал полный список тогдашний сейчас уже не знаю может уже освежились списки надо будет покопаемся еще опубликуем покопайтесь это интересно это интересно почему нет свои люди везде остались мы же все таки военные так вот и пресса спрашивает ну конечно я подослал зоналистов чтобы спросили господин Урикян господин Плешко а вот данный номер телефона неизвестного человека вы с ним переговорили в течение трех дней вы ему звонили и он вам звонил кто таков покажите нам его ответ а мы не знаем мы депутаты нам часто звонят избирателей мы так и не запоминаем их имя имена фамилии может какая-то жалоба да но вы звонили им обратно ему этому человеку и звонили ему ну они там что-то провякали и все то есть это у меня единственное что не вяжется и все а кстати раз затронули фамилию Серфим Александрович вот как некоторые говорят что Воронин хотел представить мне охрану чтобы следить что я делаю а я из офиса в парламент из парламента в офис оружие не продаю деньги не печатаю дабы Ростов не занимаюсь зато зато знаете всех мудавских всех мудавских пасонов я говорю понимаете когда я психую лучше меня что-то держал потому что я могу не выдержать и охранники меня сдерживали так сказать а что с пардон вот Валерий задал упомянул фамилию так что мне я отвечу дальше мне очень интересно потому что если когда-нибудь в республике изменится ситуация и будет новый состав прокуратуры независимый мне интересно докопаться до этих дел просто интересно дел не будет уничтожен да взяла то есть да пожалуйста конечно вы сейчас назначили нового генерального прокурора за сих пор генеральный прокурор нет я так что скажу вы курировали в парламенте в область будем так говорить я состоял в вереводейской комиссии но я не курировал в вереводейской комиссии да на ваш взгляд в состоянии сегодня лица в состав прокуратуры добиться каких-то я думаю что они пытаются изменения добиться они просто деньги зарабатывают если так честно и просто ответить да я вам приведу такой простой пример мой старший сын который он 29 учился с одной девочкой в классе которая закончила потом юридический факультет это было года два назад я иду по городу у меня ян如 в городе он устроен на работу есть но большого плата у меня нет через две недели говорит все нормально я 5 тысяч евро заплатила моя дочка уже работает в одной районной Кишневской прокуратуре вот и все девочка знает что работает потому что мама заплатила пять тысяч евро и все Это человек, который закончил недавно юридический факультет. Вот и все. Что касается нового прокурора, ну понятно, что это комбинация двух владов, и что этот парень ничего путного не сделает, этого парня знают. Он не заплатил. Зачем? Он просто номинально... Ему повезло. ...будет присмыкаться перед политической властью. Я этого парня хорошо знаю. Он руководил аппаратом парламента, когда госпожа Стопчук была спикером. Я помню все эти комбинации. И когда Мариан стал председателем парламента, в пятом году говорю, Мариан, будь внимателен. Такой-то, 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 такой-то. Вот схема, вот комбинации. Двоих нам удалось выгнать, исключительно этого. Не нам, я там не выгонял Мариан. Но главбух остался при Мариане Ильича. И четыре года в первом мандате спикера парламента господин Мариан Лук, он не сосчитал нужным иметь генерального секретаря или начальника аппарата. Потому что все закупки делал он лично. Подписывал он и главный бюджет. Этот исчез куда-то, а потом появился уже как вице-председатель какой-то парень, маленький Патрик, как он называется, ПАД. ПАД. Ну, я не думаю, что это к добру для республики Молдово. Самое интересное, меня не это коробит. Мы знаем, что это за игроки. Меня коробит, как реагируют на это наши западные партнеры. Поэтому я стал более скептически относиться к Евросоюзу, к американцам. Потому что, когда нас пытались в наше время закрыть, прижать и так далее, нам было куда жаловаться. Совет Европы, Евросоюз. Мы там писали резолюции, пересадали через e-mail. Наши ребята там голосовали единогласно. Коммунисты, не трогайте там христианских демократов. Круглый стол устраивали. Вот Виктор Степанев предпринял коммунистическую партию. Я христианско-демократическую оппозицию. Как-то мы выруливали. С 2009 года бессмысленно жаловаться куда-либо. Понимаете, что получается. А что касается реформы прокуратуры, это очень серьезная вещь. Потому что никто из нынешних мажоритарных депутатов или правительства, уже третьих правительств, получается, не предложил ни одного законопроекта по изменению роли и статуса прокуратуры. Это очень важно. Никто никогда не предлагал. И самое интересное, никто у них не требовал. Вы понимаете, мы находимся под мониторингом Совета Европы с 1995 года. Я об этом тысячи раз говорил. И никто ни разу не сказал, господа демократы, что вы делаете. Хотя бы формально проведите реформу. Ничего этого не произошло. И самое интересное, что в Конституции, к сожалению, исключительным правом предлагать кандидатуру прокурора обладает председатель парламента. Это господин Лучинский очень удачно себе придумал пару дополнительных компетенций, когда он принимал Конституцию в 1994 году, помните. И поэтому и губернатор Насбанка, и генеральный прокурор, и председатель счетной палаты почему-то председатель омбусменов, еще пару там должен снять. Только председатель парламента имеет эксклюзивное право предлагать кандидатуру. Это абсолютно. Даже в Африке такого нет. То есть вопрос довольно сложный, и я не думаю, что нам удастся чего-нибудь изменить в лучшую сторону в обозримом будущем, пока власть не изменится. Прокуратура, к сожалению, всегда была частью игры политической власти в Республике Молдова на протяжении последних 20 лет. Упомянули фамилию Урикян. Вопрос. А что светит Серафим Александровичу? Поговаривают, что он очень сожалеет о том, что покинул город-герой Кишинев, то есть кресло мэра. И вроде бы, если Киртуак и так и не поймет, чего он хочет от этой жизни, Урикян намеревается, точнее, кинуть ему вызов на предстоящих выборах. Насколько это реально и насколько это нужно всем нам? Ну, не нужно, конечно, но я не исключаю. Это человек всегда готовый на премьерство, и на президента, и на мэра. Почему нет? Я помню эту интересную, забавную историю, когда он в одно воскресенье выдал. Сколько там участков? 650? 600, кажется. За один день. 200. Одной росписью. 200. По делам, за долу 200. Да, и там господин Воронин попытался дать указания своим советникам. Ну, разберитесь, половина оказались ихние. И дело заглохло. Понимаете? Поэтому я напомню вам, что господин Урикян избирался на пост мэра трижды нелегально. Я об этом писал довольно много. Незаконно, да. Незаконно, да. Незаконно, да. Один раз не знавчался, два раза избирался незаконно. Ну, да бог с ним, пусть отсиживается в счетной палате. Пока. Борис Мариан, старейшина Молдавской журналистики. Сюрприз оставляем на конец. Ну, давай на конец. Да. Тогда нет вопросов? Я забуду своего права. Нет, задайте вопрос. Нет, Борис Тихонович, вопрос можно, сюрприз на конец. Вопрос. Так вопрос, конечно. Да, фигуня готова. Крепитесь.